Добрый день! Мы начинаем презентацию проекта Кубика Фокуса. Видно текст? Да, видно. Видно. Тут в проекте много всего, много частей. Ну, пока еще даже на сайте лежит не все, но скоро появится все. Ну и, значит, начинается проект с таких достаточно простых вещей, которые, в общем-то, скорее всего, всем известны. То есть вот первые задачи. Их на самом деле можно даже не сдавать. Ну, если вдруг там кто-то этого не знает, тогда лучше, конечно, прорешить. Ну, давайте я кратко, может быть, напомню, о чем идет речь. Вот, если у нас есть треугольник и в нем произвольная точка, то мы можем отразить, значит, лучи, ну, прямые АП, значит, БТСП относительно соответствующих бисектрии. И вот эти вот три отраженных прямых, они пересекаются в одной точке. Значит, эта точка называется изогонально сопряженной в точке П. Ну, тут, правда, есть, конечно, некоторые нюансы. Ну, если, скажем, точка П лежит на стороне треугольника, то изогонально сопряженной будет вершина. Ну, во всех остальных случаях это преобразование заименно однозначно. Ну, и, соответственно, у нас вся плоскость делится на пары изогонально сопряженных точек. Ну, вот эти изогональные сопряжения обладают многими хорошими свойствами. Ну, опять же, скорее всего, вы все их знаете. Ну, если вдруг нет, вот, можем, рекомендуем порешать там первые идеи и задачи. Ну, опять же, числать его решение не обязательно. Ну, и еще один факт, который тоже, скорее всего, все знают. Это так называемая прямая Гаусс. То есть, вот если у нас есть произвольный четырехугольник, и, значит, мы рассмотрим, во-первых, точки пересечения противоположных сторон в диагонали. Возьмем средину диагонали и средину отрезка между точками пересечения противоположных сторон. Они лежат на одной прямой, которая называется прямой Гаусс. Ну, вот это все у нас там будет в проекте появляться. Ну, а, собственно, сам проект начинается, значит, вот с этой части. Вот перегональное сопряжение в четырехугольнике. И, значит, здесь, собственно, вопрос такой, что вот если у нас есть четырехугольник и произвольная точка, то, вообще говоря, конечно, если мы отразим прямые соединяющие эту точку с вершинами относительно соответствующих бисектрис, то у нас не будет. Эти прямые, в общем случае, конечно, в одной точке не пересекутся. Ну, можно доказать, что если в одной точке пересекаются три таких прямых, то через эту же точку проходит четвертая. Ну, и вот множество точек, для которых это выполнено, вот они образуют некоторую кривую. Вот открываем, на рисунке изображена краска. Ну, вот они, вот вижу точек. x, x' Ну, мы видим, что ну, тут для двух углов нарисовано, что прямые ax, ax' перпендикулярно относительно бисектриса угла a, b, x, b, x' перпендикулярно относительно бисектриса угла b. Ну, и на самом деле, для двух других углов это тоже будет. Ну, вот эта кривая имеет вот такую вот достаточно причудливую форму. Ну, вообще для разных четырехугольников могут получаться разные кривые. Немножко подвинем, вот она может кривая распасться на две части. Ну, и иногда там вот, ну, в промежутке, вот как бы, переходным переходным таким состоянием между вот такой кривой и кривой двух частей будет кривая, у которой есть точка самопересечения. Ну, понятно, что эта точка это центр окружности, которая касается всех четырех прямых. Ну, давайте посмотрим, какими еще свойствами обладают точки на этой кривой. то есть точки, для которых есть дизагональный стежок. Ну, вот здесь вот мы нашли проекции точки Х на четыре прямых. напрямую. Значит, АВ, А штрих В, А штрих В штрих и АВ штрих. Вот эти четыре точки. Ну, вот видно, что они лежат на одной окружности. Вот это одно из одна из переформулировок утверждения о том, что в точке Х есть дизагональное сопряжение. Ну, на самом деле, даже вот если взять для точки Х-стрих опустить и посмотреть проекции, то мы получим то же самое окружность. Если проекции точки Х-стрих, например, напрямую АВ, это вот эта точка. То есть вторая точка пересечения прямой сокровности. Ну, вот. Да, ну, вот когда мы опять же будем вот точки двигаем, то знаешь, красный кривой, ну, вот у нас все время вот эта окружность тоже соответствующим образом меняет. Значит, еще одно свойство это то, что значит, вот мы здесь что сделали? вот мы точку Х отразили относительно прямой актрих Б. Ок. Итак. Так, X1, X1, X1. С этим соединили ее с точкой X'. Нашли точку пересечения H с этой прямой. И вот если мы теперь построим вот такой эллипс, ну точнее конику, в данном случае эллипс, сколько точки внутри, которая с фокусами X и X' и проходящая через точку H. Ну, значит, этот эллипс, скажем, по строению будет касаться кривой H3B, прямой H3B, но вот главное, что он будет касаться остальных четырех. То есть вот множество точек на этой кривой, или множество точек, для которых существует изогонально сопряженная, это множество фокусов, значит, коник, касающихся вот наших четырех кривой. То есть это все тоже, как бы еще одно, ну, можно нашу кривую определять и таким образом, это тоже эквивалентное определение. Ну и, значит, еще одно интересное свойство, что вот если рассмотреть, если вот взять две сопряженные точки, соединить их, взять отрезок между ними и взять его в середину. Ну вот как, вот как-то, когда у нас движутся точки, вот, в середине отрезка тоже как-то будет двигаться. Оказывается, что она движется по прямой. Вот мы видим, что в середине отрезка лежит вот такой синий прямой. Ну и, ну и на самом деле это, собственно, и есть, конечно, прямая гаусска. Ну это понятно, потому что вот сами вершины вот этого нашего четырехугольника, противоположные, они тоже лежат на нашей кривой, и как раз они друг другу сопряжены. Ну вот это как бы вот содержание, собственно, первого, первой части нашего проекта. Это вот исследование сквозь вот этого геометрического места, это точек, ну для которых существует изоганально сопряженность. Ну, надо сказать, что это связано, вот этот вот сюжет, он связан с еще одним сюжетом, который сейчас тоже мы продемонстрируем. Ну, то есть на самом деле, опять же, вот одно из... Вот, собственно, как мы там строили эту кривую, ну, таким образом, что это тут множество точек пересечения, ну, некоторых, там, двух окружностей, одна из которых проходит через точки АВ, а другая через точки А'В. Ну, эти окружности, естественно, как-то друг с другом должны быть связаны. Ну, вот сейчас мы рассмотрим несколько более общую конструкцию, а именно опять возьмем произвольный четырехугольник, возьмем произвольную точку Х, и тогда вот если мы построим окружности АХБ и ЦХД, то по точке Х мы построим, ну, какую-то новую точку, вот эту вот, ну, Х1, скажем, назовем их. Ну, аналогично можно построить окружности вот такие, АХД, БХЦ, ну, и тоже они определяют вот эту точку. Вот, ну, тут опять есть определенные, конечно, проблемы. Для некоторых точек вот это преобразование может быть не определено. Ну, например, вот если у нас сами точки АБ и ЦД лежат на одной окружности, и мы возьмем точку Х на той окружности, ну, тогда понятно, что окружности АБ и ЦД и ЦД просто впадут, и, значит, вторую точку пересечения определить нельзя. Ну, тут тоже, ну, на самом деле, с этой трудностью там можно, конечно, справиться. Об этом там вещь тоже в проекте пойдет. Но пока мы будем рассматривать регулярно. Значит, итак, вот у нас, вот мы определили два вот таких преобразования. Значит, одно по точке Х строит вот эту точку, другое вот это. Здесь мы обозначили, как Ф от Х и Ф1. Ну, можно теперь, теперь логично рассмотреть композицию этих преобразований. То есть можно сначала применить преобразование Ф, потом к результату применить преобразование Ф1. Ну, или можно сделать наоборот. Сначала сделать преобразование Ф1, а потом применить к нему к результату преобразования Ф. Ну, вот, оказывается, что порядок, что эти преобразования коммутируют. То есть вот у нас вот такая точка. Это как этот результат преобразования Ф на Ф1, и она же результат применения этих же преобразований в обратном порядке. Ну, вот, в результате получает вот такая вот картинка. Ну, надо сказать, что она сама по себе вообще очень красива. Тут вот есть 8 окружностей, которые проходят через 8 точек, это вот исходные точки А, Б, Ц, Д. И вот 4 точки, которые мы получили. Ну, и на самом деле, точки в этой конструкции, они в каком-то смысле равноправны. То есть мы могли начать, например, с точек таких-то там А, Б, ну, каких-нибудь там, скажем, вот этой и этой, по ним начать строить отображение наши получили бы тоже так восьмёрный. Вот, ну, вот сам, вот сама вот это вот утверждение называется теоремой Клиффорда. А, значит, кроме того, можно определить вот такое понятие, вот если точнее, скажем, что точки А, Б, Ц, Д фиксированы, то, значит, мы по каждой точке Х получаем вот множество из четырёх точек, ну, которые в нашем проекте называются четыре орбиты. Ну, вот некоторые там свойства этих орбит опять же в проекте изучают. Ну, кроме того, мы можем добавить ведь ещё одно преобразование. Мы здесь, мы рассматривали окружность через точки А, Б, Ц, Д, рассматривали окружность через точки А, Д, Б, Ц, ну, можно также рассмотреть наши окружности через точки, ну, то есть, А, Ц и Б, Д, то есть окружности А, Ц, Х и Б, Д, ну, значит, их пересечения определяют ещё одну точку, ну, и для каждой из остальных вот этих трёх точек тоже получаем свою точку, то есть в результате получаем уже не четвёрку, а восьмёрку точек. Ну, это, значит, так называемая восемь орбита, ну, опять же, некоторым свойствам этих восьмёк, некоторые свойства этих восьмёрок тоже в проекте рассматриваются. Ну, и, кстати, достаточно интересное получается преобразование, ну, если мы к точке Х последовательно применим все три преобразования, ну, значит, ясно, что, опять же, там порядок можно, может быть, любым, результат от этого не зависит. Ну, вот это тоже само по себе преобразование достаточно интересное. Ну, хорошо. значит, это нужно опять, ну, вот если опять мы там посмотрим на текст этого части 1 4 орбита, ну, вот нет, про 8 орбита, нет, нет, немножко говорится. ну, и более подробно будет, более подробно, там это будет ещё дальше рассматриваться. Ну, вот следующая часть, она тоже, на самом деле, как бы является продолжением вот этих двух. Ну, вот если, опять же, вот рассмотреть композицию двух наших преобразований, вот, F и F1, то оказывается, что это преобразование достаточно, вот так вот описывается достаточно красиво. это композиция инверсии и симметрии, при которых наш пара точек А и В переходит в точке А штрих, В штрих. Ну, вот, значит, центром этой композиции является точка никеля у прямых А, В, А, В штрих, А штрих, В и А штрих, В. Ну, мы, опять же, предполагаем, в общем, точка никеля это понятие вещь такая достаточно известная, ну, поэтому не требуем, чтобы доказывали существование. Ну, конечно, если вдруг кто-то не знает, ну, полезно тоже это прорешать. Да, ну, вот здесь собственно задача как-то утверждает, что вот вот эти вот эти вот преобразования то, что у нас на рисунке было F и F1 ну, вот их композиция это как раз есть инверсия плюс симметрии относительно точки инверсии. Ну, опять же, дальше будет вот опять вот таких преобразований можно определить три ну, и в дальнейшем будут изучаться тоже свойства вот этих преобразований более детально. Ну, как бы третья часть проекта, ну, она немножко на самом деле стороне от всего остального так называемые гармонические шестерки точек. на ней, пожалуй, подробно останавливаться не буду. А теперь, собственно, перейду вот к основной, как бы к основной части проекта. Ну, вот мы пока вот мы показали, что множество фокусов это вот некоторая такая кривая. Ну, вот на самом деле это кривая третьего порядка, то есть она задается уравнением ф от х равно нулю, где ф это многочлен и 10. Ну, такие кривые называются кубиками и вот у кубик есть много очень таких красивых интересных схожей. Ну, здесь вот некоторые такие сведения приводят вообще о кривых, о полгибраических кривых. Ну, и в первую очередь о кубик. Ну, что для нас важно? Вот, если мы рассматриваем, да, ну, во-первых, давайте перейду наверное вот сюда. значит, итак, вот мы будем рассматривать кривые, которые сдаются вот таким уравнением, где f от x, y, это многочлен третьего порядка. ну, вообще говоря, значит, нам будет удобно рассматривать в качестве координат, во-первых, координаты рассматривать во-первых, комплексами, ну, во-вторых, значит, удобнее рассматривать не обычные декартовые координаты, а так называемые проективные координаты, то есть тройку чисел x, y, z, которые задаются ну, с точностью до общего множителя. То есть вот такая тройка и тройка там лямбда x, лямбда y, лямбда z определяют одну и ту же точку клоу. Да, тут не все эти числа должны быть равны нулю, ну, и множитель лямбда соответственно тоже не нулевой. Ну, вот как собственно эти координаты связаны с обычными координатами декарта. Ну, вот если значит z не равно нулю, то мы просто вот точку x, y, z ну, можно разделить все координаты на z тогда и значит получим точку вот как бы такая точка отразделяется с точкой обычной плоскости имеющей координаты x на z ну, а если z равно нулю, то вот тройки соответствующих однородных координат соответствует бесконечно удаленная точка комплекта проектизм проектизм комплекта ну и тогда значит уравнение уравнение кубики в однородных координатах но имеет вид какой-то f1 от x y z равно нулю ну и чтобы скажем из него просто вот это вот уравнение вот это уравнение из него получается просто установкой z равно единице ну а f1 это многочлен третьей степени ну причем многочлен однородных то есть у него все все его слагаемые имеют степень x y z ну вот если мы теперь хотим найти произведение точки пересечения значит кубики с какой-то прямой значит прямая задается уравнением l от x y z равно нулю первой соответственно нам надо решить такую систему ну если многочлен f1 не делится на многочлен l то ну если делится то просто тогда кубик у нас попадает на прямую и какую-то еще кривую второй а в противном случае мы можем например вот из этого уравнения выразить d подставить его сюда тогда получится однородное уравнение относительно кардио переменных x и y ну его можно там если его разделить например на y в кубе то получится уже обычное уравнение и третий степень относительно отношения x на y но который имеет три корня ну возможно комп ну не обязательно различные вот эти три корня соответственно задают три точки пересечения кубики и прямой вот и вот оказывается что на кубике можно определить операцию сложения вот если у нас есть можно вопрос да 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 мы же вроде получили точки для отношения x на y то есть на самом деле там из этих точек еще эти ну как бы прямые примерно нет если бы нашли отношение x на y ну то ну соответственно точно так же мы нашли отношение z на y например ну а значит нашли однородные координаты точки пересечения потому что если у нас известны если у нас отношения как менять x y z то это одна и та же точка потому что при умножении x y z на одно и то же число точка не меняется если у нас заданы отношения то это то же самое что это как раз заданы однородные координаты понятно это да вот так значит вот пусть у нас есть какая-то кривая третьего порядка значит мы на ней зафиксируем некоторую точку у и тогда для двух произвольных точек а и б значит можно определить их сумму в следующем образом мы соединяем рассматриваем прямую а и б значит она пересекает кубику в трех точках ну две из них мы знаем это сами точки а и б ну значит вот есть какая-то третья точка затем мы вот эту третью точку соединяем с выбранной точкой о но опять же это прямая которая вот кубику пересекает в этой точке в точке о ну и в какой-то третьей точке вот эта третья точка называется суммой точек а и ну легко понять что сложение ну оно будет коммутативным понятно ну не трудно также как бы определить да понятно что вот точка она как бы играет роль нуля а плюс о равно ну также там нетрудно для каждой точки построить противоположную ей то есть такая же сумма двух противоположных точек равна нулю ну а соответственно это означает что точки можно не только складывать но и вычитать вот а вот такой вот неожиданный результат это то что сложение обладает ассоциативным то есть выполняется для любых трех точек выполняется вот такое ну на самом деле это результат некоторой более общей теоремы ну а которая там приводит там ее формулировка приводится из нее это легко вывести вот ну а а также а с другой стороны вот ассоциативный это тоже как бы обобщение некоторых нет нет некоторых теорем которые вы знаете например частным случаем вот это утверждение является теорема Паскаль вот если мы рассмотрим как бы вырожденную кубику который состоит из ну какой-то коники и прямой тогда собственно вот это вот вот это вот утверждение в точности дает теорему Паскаль если взять там еще более вырожденный случай когда кубик это есть объединение трех тогда вот это просто будет теорема Паскаль встреча ну и вот собственно многие свойства кубики фокусов то есть вот той самой красной кривой которые мы рассматривали которые мы показывали на картинке вот они очень красиво выражаются именно в терминах сложения сложения точек ну и вот собственно вот в четверг вот как раз в пятой части вот в пятой части ну четвертой части это некоторые значит общие свойства кубик в частности вот тут надо да ну вот собственно тут приводится теорема общая из которой ассоциативно следует ну дальше вот тут идут некоторые задачи значит касающиеся то что все кубики ну ну а дальше мы уже переходим к не вот те кубики с которыми нам приходится придется иметь дела они являются некоторыми они обладают некоторыми хорошими свойствами ну во-первых они все являются называемыми циркулярными кубиками вот тут вот определение циркулярных кубиков приводятся соответствуют некоторые задачи По свойствам циркулярных кубиков. Ну вот, в частности, кубика фокус является тоже циркулярной, но на самом деле она даже еще более такая особенная. Значит, здесь вот у вас там будет... Вам сейчас предстоит выяснить, при каком именно условии циркулярные кубики будут в кубике. Ну, собственно, пятая часть, вот именно эта причина. Ну, а шестая часть, это уже некоторые дополнения. Ну, о ней я более подробно, наверное, буду говорить уже после промежуточного финиша. Ну, на самом деле, эта часть связана, как бы является продолжением нашего проекта. Проекта, который был на летней конференции, там, здесь уже 11 лет назад, то есть в 2010 году. Ну, в принципе, вы можете тоже этот проект посмотреть, если вы хотите. Ну, вот сейчас там была одна задача, которая решила... Там как раз в том проекте не говорилось о связи с кубиками. Ну, и за это вот сейчас одну задачу решить никто не смог. Ну, вот на самом деле с помощью кубика она решается достаточно просто. Ну, вот, наверное, на этом все. Какие есть вопросы? Ну, если вопросов нет, тогда спасибо всем. Желаю успехов в решении задач. Продолжение следует...